Всем здорова, чуваки! Как вы могли уже заметить, у нас в ангаре сейчас новый ремонт. Также мы купили еще новый свет, если вам нравится такая обстановочка, давайте под этим роликом наберем как можно больше лайков. Ну а также после ремонта у нас осталось немного гипса. И мы подумали, а почему бы с ним не снять очередной эксперимент? Ведь, как вы все знаете, гипс замешивают водой. Но мы-то с вами креативные ребята, поэтому мы вместо воды возьмем другие различные жидкости. Например, листерин, если кто не знал, это ополаскиватель для рта, и мы с ним сняли уже много роликов. Также у нас есть антисептик, как вы все знаете, сейчас актуальная штука. И получится ли у нас сделать антисептический гипс, который можно вот так вот потом руки тереть, и тем самым у вас не будет микробов? Узнаем. Также мы взяли жидкое мыло. Как мы знаем, в цемент добавляют либо его, либо ферри, для того, чтобы раствор стал более пластичным. Но мы подумали, почему бы полностью воду не заменить на жидкое мыло и не сделать вместо цемента именно раствор с гипсом. Но еще по приколу мы взяли антижир. Это жесткая химия, и с руками лучше не контактировать. Поэтому, кто знает вообще, какой получится у нас по итогу раствор из гипса, остается только гадать. Ну а воду мы взяли для того, чтобы сделать оригинальный раствор из гипса, для того, чтобы сравнить его с остальными жидкостями. Как написано на упаковке гипса, раствор нужно замешивать в соотношении 2 к 1. То есть, если мы берем килограмм гипса, значит воды нам нужно 500 миллилитров. Но мы в таких объемах не будем замешивать, нам нужно что-то поменьше. Мы возьмем 60 грамм гипса и 30 миллилитров жидкости. Но перед началом этого эксперимента я бы хотел напомнить вам, что под этим видеороликом есть красная кнопка подписаться, почему-то про которую вы постоянно забываете, ведь она такая яркая, насыщенная. Поэтому прямо сейчас нажмите на нее, сделайте ее серой, и она перестанет вам мозолить глаза, и вы станете нашим подписчиком. Но если ты подписан, ты красавчик! Ну что, для замешивания раствора нам понадобятся весы, а также обыкновенные стаканчики. Сейчас засыпаем в каждый стаканчик по 60 грамм гипса. Включаем весы, ставим в стаканчик и обнуляем тару. Ну и давайте засыпать гипс. Засыпаем. И чуть-чуть. 61, пойдет. Ну что, гипс у нас готов, осталось добавить только саму жидкость, и это мы делать будем при помощи обыкновенного шприца. Каждую жидкость сейчас заливаем под стаканчиком, для того, чтобы удобнее было набирать шприцом. У нас на шприце имеется отметка в 30 миллилитров, до нее-то мы и будем набирать нашу жидкость. Набираем антижир. Ну, с пузырьком где-то чуть больше 30 получается. И выливаем в гипс. Жидкое мыло. Антисептик. Листерин. Что-то тяжело идет. Ну и обыкновенная вода. Сейчас только осталось все это тщательно перемешать. С антижиром это как будто вода обычная сейчас, но с мылом это прям какой-то пластилин. Прикольно. Интересно, что будет, когда высохнет. С листерином что-то похоже на антижир. Тоже какая-то вода получается. Ну что, ребята, все. Все замешали. Осталось только подписать каждый из этих стаканчиков, чтобы не запутаться где что. И подождать 24 часа. Это будет антижир. Жидкое мыло. Септик. Листерин. И вода. Что ж, ребят, прошло довольно-таки много времени. И, судя по воде, гипс застыл. То есть с водой он уже очень твердый. Получается, что с остальными должно произойти то же самое. Все должны застыть. Давайте это узнаем. Давайте для начала я вам покажу, как выглядит с водой. Разрезаем стаканчик. Так, ну что тут скажешь? С водой обыкновенный гипс, как гипс. Слегка чуть-чуть вминается, но твердый. Очень твердый. Его руками так просто не сжать. Хорошо, давайте покажем, что у нас случилось с листерином. Что у нас вообще произошло. По объему, может, что-то поменялось. Пахнет мятой очень сильно. Это мятный гипс. Если вы знаете, как пахнет листерин, я думаю, вы сразу поймете этот запах. У этого гипса. Кроме листерина, ничем не пахнет вообще. Ну и по сути, он такой же твердый, как и с водой. Не знаю, давайте посмотрим следующее. Следующее это у нас антисептик. Ребят, с антисептиком почему-то все печально. Посмотрите. Он вообще не высох. Он все еще сырой. Он разваливается. Это какой-то даже не пластилин, это какое-то тесто. Нет, слушайте, с антисептиком это не прокатит. Нельзя сделать гипс из антисептика. Ладно, давайте посмотрим, что с остальными. Ну а следующее это жидкое мыло. Раскрываем. Посмотрим, что же у нас там. Пахнет, как твердое мыло. То есть, если бы вот так потереть, я могу намылить руки себе или нет? Такое ощущение, как будто в руках обыкновенное твердое мыло. Почему-то оно не особо подсохло, но вроде бы твердое, как и остальные. Вот тяжело сказать. Ничего страшного. К этому мы еще вернемся. Ну и последнее это антижир. Что же произошло с ним? Слушайте, ну затвердел. Хотя очень странно, как-то затвердел. Сверху почему-то все раскрошилось. Какая-то пена как будто была сверху. Ну а в целом он затвердел очень, по-моему, даже хорошо. Единственное, почему-то его очень мало. Как видите, прям очень маленький кусочек остался. Давайте наглядно взглянем на каждый из этих кусков и увидим, что почему-то они поменялись в размере. Хотя, как вы помните, жидкости мы заливали одинаковое количество и засыпали гипса тоже одинаковое количество. Почему-то в жидком мыле его больше всех. Это самый большой кусок. Теперь я понимаю, почему в раствор добавляют немного фейри или жидкого мыла. Для пластичности и объема. То есть объем, как видите, увеличился в разы. Хотя воду мы полностью заменили на жидкое мыло. И в итоге чуть ли не в два раза увеличился объем гипса. Если вот смотреть на глядности с водой. Ну в разы так полтора точно. Но самыми маленькими кусками оказались антисептик и антижир. А с антисептиком все понятно. Он не застыл совсем. Мне кажется, его стоит вообще убрать отсюда. А вот антижир, у него сверху была пена. Как помните, она очень легко крошится. И остается вот всего лишь вот такой вот кусок твердого гипса. Но что насчет прочности? Ведь гипс обычно замешивают с водой и он становится достаточно твердым. Будут ли другие жидкости в смешивании с гипсом становиться еще прочнее? Давайте это узнаем. И первое, с чего мы начнем, это, конечно же, гипс с водой. Давайте для начала их поскидываем с высоты. Примерно на расстояние 50 сантиметров прямо на стол. И узнаем вообще, раскрошится он или что с ним случится. Давайте узнаем. Поднимем его на расстояние примерно 50 сантиметров. И кидаем. Раз, два, три. Ну, спокойненько выжил, кстати. Где-то чуть-чуть слегка немножко подрассыпалось. Но в целом, смотрите, он целенький. Давайте возьмем что-нибудь другое. А следующее я могу определить по запаху. Это листерин. Давайте кинем его, посмотрим, насколько он прочный. Примерно с такого же расстояния. Раз, два. Погнали. Ну, по-моему, он настолько же прочный, как и с водой. Ну, знаете, следующее что-то, мне кажется, нет смысла кидать. Потому что это пластилин. Это вот такая вот непонятная жижа. Явно видно, что с ней ничего не произойдет. Либо она просто развалится. Но это просто комок грязи. Я думаю, вообще не стоит здесь учитывать. Давайте его просто уберем. Просто, ребят, знаете, что с антисептиком у вас вряд ли получится сделать гипс. Потому что там спирт. Видимо, поэтому он плохо как-то высыхает. Хотя очень странно, спирт ведь выветривается. Я не знаю, почему не получилось. Но факт остается фактом. Давайте возьмем жидкое мыло. Самый большой кусок. И проверим его на прочность. Так же на счет три. Раз, два, три. Ну, здесь увечья как бы посильнее. Но на самом деле, внешне не скажешь, что что-то не так. От него очень много грязи, я вижу. Но в целом, остался невредим. Ну и остался последний кусочек. Это антижир. Какой-то антижирный гипс получается. Давайте проверим его на прочность. Он уже сыпется сверху. На счет три. Раз, два, три. Грязь от него явно меньше, чем от жидкого мыла. Дно подсохло у него, конечно, очень плохо. Но все равно, несмотря на это, он очень стойкий. Но на этом наша проверка на прочность не заканчивается. Мы решили взять на этот раз молоток, ударить каждый из этих кусков по одному разу и проверить, кто из них выживет, а кто нет. Итак, начнем с воды. Я буду делать примерно одинаковые силы удар, чтобы все было объективно. Вот такой примерно. Чик. Раз, два, три. Что-то как-то очень легко это было. Слушайте, но на мелкие куски он не разлетелся. Давайте посмотрим, что будет с листерином. Итак, раз, два, три. О, блин. Стойкий, стойкий. Вы можете подумать, что ничего не разлетелось, но на самом деле нет. Как бы кусок откололся. Но посмотрите, здесь явно кусочков меньше. То есть с водой было все гораздо печальнее. Давайте посмотрим теперь на жидкое мыло. Раз, два, погнали. Ну это все. Это труба, ребята. Тут вы сами видели, сколько кусков откололось. Не такого же прочного мыла оказалось, как я думал. На самом деле казалось, что он будет гораздо прочнее. Но нет. Очень много кусков. Все разлетелось. Понятно. Давайте посмотрим теперь на этот кусок из антижира. На мой взгляд, он самый крепкий. Но сейчас узнаем. Итак, раз, два, погнали. Вообще ничего не откололось, вы прикиньте. Слушайте, ну не зря я чувствовал, что это самый крепкий кусок. Удар даже такой громкий был. Давайте еще раз ударю. Вот посмотрим, что получится. Раз, два, три. А. Ну теперь все. Просто, видимо, там внутри какие-то трещины после первого удара образовались. Там на второе все рассыпалось. Все понятно. Ну, ребята, результаты увидите сами. Ну, кроме антижира, его мы трогать не будем. Он уже в лидерах. Но вода оказалась не такой уж прочной на самом деле. Ну, а если вам понравился этот ролик, обязательно ставьте много лайков внизу под этим видео. Подписывайтесь, не забывайте про это. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok